Самые грандиозные планы Строят лежащие на диване 8 июня 2016 года 18 часов 00 По доноску времени В эфире 507 подкаст От Канас Парся И компании По политическим причинам Два бакса и согрелся Добро пожаловать в очередной подкаст А где 2-1 Кто так отсчет делает Три и понеслась Но он же пальцами махнул 2-1, ты что через микрофон не видел Слушайте, а мне, ребята Как-то собраться Принимайте во внимание Что у меня полтретьего ночи Принимаю И предполагаю Три и понеслась Ладно Привет Да, давайте Я готов Отсчитывай Давай Мы пишемся Доброе утро О О, привет Добрый вечер Добрый вечер Дорогие радиослушатели Мы начинаем запись Извините Да Понеслась Ну, в общем Да Вводного ничего нету Рубрику Рубрику о себе Мы Этот По Поэтическим причинам Решили опустить А кстати Поскольку у нас Поэтические причины Может кто-нибудь Стишок зачитает Женя Ты в детский садик ходил? Нет Ладно А в школу? Ну Только наполовину Вот из той половины Когда ты ходил в школу И читал стихи На уроке Любимой литературы Какие ты стихи там читал? Я не читал стихи На уроке Любимой литературы Твою Жмать Тора Это вся стиха Да нет Там пяти книжек Ну Окей Сори Да Давай начнем с первой книги Глава первая Да Ладно Ты какой-то Не да Не поэт Ваня А у тебя Как со стихами В садике Стихов Не помню Помню Да ладно Помню Там была Настя Юля Подожди Ну Ну Давай Давай Подожди Какая зайка Юля Что такое Устройство У кого и где Жужжит Подожди О Там еще Что-то Пикает И лампочки Горят И лампочки Горят Так Малыш А в каком Ухе Меня Жужжит Это разобранный Блин Питание Что-то загорелось Может обратно Соберешь Оно еще Живое Зачем Ну как Потом Будешь Это Хэнсфри У тебя Потом Будет Хэнсфри А у меня Телефон И так Хэнсфри В бардачок Положил И Хэнсфри Так И Тоже Фри Да По политическим Причинам Блин Политику Не вплетай Женя Слушатели Жи просили Мы начинаем Диалог Монолог По 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 Давайте Да Давайте Начнем Диалог Двух Культур По Могу Неотесанного И Отесанного Быдла Да Давайте Ладно Новости Неотесанное Отесанное Быдло Это Интересно Интересно Как Неотесанное Быдло Пересекает Пересекается С Отесанным Быдлом Да Действительно Хороший Вопрос Там Наверное Такой Переход Какой-то Плавный Да Не Там Резкий Как Серпом По Этим Отрезали Да Откуда Серп Пришел Как Это Пшеницу Собирали Да Из Египта Помнишь Как Веги Помнишь Как В Египте Народ Собирал Твой Пшеницу Да Не Особо Я Думал Руками Всегда Конечно Руками В одну руку Беру Пшеницу В другую Серб И Паять И Все Собра Ай Блин Не Не Хорошо Ваня Расскажи Как твой народ Собирал Комбайн Вот Откуда Серб Пошел От комбайна Знаешь Сначала Были Комбайны Косили А потом Людям Делать Нечего Было Нестерли Серб Послушайте Мне кажется Так же Будет И с Роботами То есть Сначала Были Роботы Потом Людям Нечего Стало Делать Они Всех Роботов Это Замочили И Стали Сами Стали На Заботах Работать Прогресс Это по нашему Помните Историю Шок Это по нашему Или что там Было Да Ладно Так Что у нас В новостях В Японии 12 апреля Отлично Свежие новости Друзья Друзья У меня Горячая Новость Почти Два Месяца Не Прошло Итак В Японии Хотят Заменить Деньги На Отпечатки Пальцев На Отпечаток Пальцев Обмен Деньги На Отпечатки Слушайте Мне кажется У меня будет Самый Дорогой Отпечаток Пальцев Я не знаю Но я думаю На работе Я могу Насобирать Достаточно Отпечатков Пальцев Американцев И индусов С высокой Американской Зарплатой Если им надо Нет Слушай Что там Работа Это надо Где-нибудь Засесть В Старбаксе И собирать Эти Чашечки Вообще Надо устраиваться Надо устраиваться На такие работы Где большая Проходимость Людей Так у нас Большая Проходимость Людей Я буду Стоять Это самое И Собирать С этого С кофейни Типа С капучино Машины Там Там Экранчик Такой Значит Тачскрин Хороший Все подходят Так Тык 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 Пальцем Там Можно Фактически С двух Кнопочек Просто Раз 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 Да Только После Каждого Человека Нужно Вешать Табличку Мейтенц Да Абсолютно Просто Что ты Здесь делаешь Ты Вот Начищаю Чтобы Знаешь Бактерии Убираю Вот Видите У меня Тут Супер Липучка Которая Снимает Всю Грязь Антибактериальная Обработка Абсолютно Мне почему-то В голову Пришла Первая Мысль Крематория Ну Ладно Не Понял Откуда Такое Ну Снимать Печатки Пальциками А ты Миша Это Прям С Кожи Ну Да Там Уж Пофиг На Ты Гуманный Да Умертвым Какая Уже Разница Ну Я И Говорю Что Гуманный Я На секунду Подумал Из живых Но Потом Подумал Они Будут Сопротивляться Чуваки У меня Нет Слов Ладно Только Музыка Так Одна Из Задач Пилотного Проекта Снизить Уровень Преступности А Также Снять Стресс Путешественников Поэтому Их Нахер В Крематорий Мы Снимаем Стресс Прилетайте В Японию Сразу Привет В один Конец И всех Преступников То что Даже Избавив Их От Необходимости Носить С собой Кошелек С наличными Курдитки Или Смартфоны С NFC Чипом Он же Памятник Гостям Предложат Зарегистрировать Отпечатки Или Гостям Или Гостям И Привязать Их К данным Банковской Карты Прямо В аэропорту Отлично Слезать И там Снять Да Кошелек Телефон Чуваки Все Помните Эту историю Мне сейчас Прямо Как это Как молотком По голове Когда Было Изменение Новые Купюры Выходили В Советском Союзе Потом В Российской Федерации Особо Находчивые Люди Хотя Такие До сих пор Попадаются Бегали По квартирам Пенсионеров И говорили Денежная Реформа Денежная Реформа Срочно Меняйте Все ваши Деревянные Рубли И Зеленые Деревянные Зеленые Рубли Меняйте На наши Новые Деньги По специальному Курсу И печатали Там Какие-то Волшебные Фантики Типа Не знаю Типа Смешные Деньги Еще какая-то Хрень И меняли И потом Эти бабушки Дедушки Плакались Что у них Там По миллиону Вынимали Из кармана Также и здесь Особо находчивые Люди В аэропортах Будут бегать И привязывать К специальным Терминалам Специальные Банковские Карты То есть У вас есть Собо банковская Карта Вы хотите Ее привязать Вы же слышали Новость Да Что-то там Слышал Да Я такой Дебил Вот давайте Вот сюда Свой отпечаток Пальца Вот сюда Карточку Проведите Введите Пин-код Для авторизации Спасибо До свидания Ищи Потом Этого Ускоглазого Причем Каждый день Меняется И все Отлично У вас Ты мне Напомнил Шутку Чувак Чувак Разменяет 13 долларов На Держи Держи 6,7 6,7 Пора В Японию Привязывать Отпечатки Пальцев Пока Пока Новость Свежая Че мы Здесь Сидим Помогать Соотечественникам Надо Я не веду Канадца Ладно Короче Японцы У них Там Походу Настоящего Криминала Нету Поэтому Да У них Только Аниме Криминал Ну А нет Кстати По поводу Японии Криминала Там есть В особенности У этих Бабушек И дедушек Да я знаю Они Типа Прыгают В тюрьму Что это такое Японизм Так в Японии Там все нормально Там Там Знаешь Морали Как Спокон веков Не было Никакой Так и Нету Да Однако Знаешь Мне чем Япония Вот так Просто Близко Знаешь К душе Лежит Это То что Там У них Знаешь Моралью Не пахло Вообще Никогда У них Есть Какие-то Свои Устои Но Как бы Крестить Всех Не Ну Там Знаешь Это Здесь Говорят Ты не можешь Поставить Знаешь Самую Цену На человеческую Жизнь У них Это Свободно Лучше Так в Китае Нет В Китае Там Блин Звери Да В Китае Там Просто Звери Там Просто Жуть В Японии Там У них Свои Понятия Понимаешь У них Своя Культура Главное Главное Чтобы Ты Типа Там Был Зай Там Царя Местного Батюшку Там Допустим Президента Компании Или Еще Чего Там Босса Еще Чуть И все И все Посвящается Ему У них Это В культуре Все Прикольно А все Остальное Человеческая Жизнь Еще Чего Там Вот Эвер Ну Ладно Если Серьезно По статье Они Что Говорят Что Если Ты С Которые Бегают Просят Мороженку И у тебя Толстый Кошелек Который Торчит Из Заднего Кармана Тебе Сейчас Его Не Обязательно Доставать Можешь Пальчиком Своим Приложиться И купить Всем Спиногрызом Сразу По Мороженке Единственная Проблема С этим Делом Что Уже Давно Говорили Насчет Того Что Отпечатки Пальцев Они Конечно Классно Они Очень Точные И все Остальное Но Их Как бы Снять Могут Ну Не только Спецслужбы Нет Это Все Выдумки Это Конспирология Надо Верить Своему Надо Верить Своему Банку Да Точно А еще Государству Государству Так вообще Блин Конечно На государству Надо Блин Обязательно Ты же Платишь Ты же Платишь Своему Государству Пути Государства Неисповедимы Я знаю Да Подожди Или Что там За Они Как раз Это Чтобы За людьми Следить А? Для того Чтобы За людьми Да Зачем Не Жень Чтобы Следить За людьми Это Уже Давно Всем Вставляют Чипы В мозг При Рождении Просто Еще Государство Между Собой Не Договорились Не Все Японии Они Свою Систему Внедряют Ну У них Видишь У них Нормальной Жизни Нет Если У них Пенсионеры Друг Друга Мочат Нет Мне На самом деле Когда вы сказали Что там Кому жить Не на что Кому Скучно Мне вспомнился Рассказ о Генри Когда Преступник Пытался Попасть В тюрьму Перед зимой Вот Ну Это Ладно Чтобы Замочить Соседку Ну Хотя Да Может Они Живут Живут Она Уже И Там Все Ты Знаешь У них Еще Одна Одна Из Очень Популярных Болезней Это Блин Я не Помню Название Ну Короче Чуваки Не Вылазят Просто Из Своей Квартиры В смысле Популярное Разрешение Да Это Это У них Очень Как бы Развитая Так сказать Болезнь Ага То что Знаешь Люди Просто Вот Запираются В своем Маленьком Апартнете Что в принципе Для большинства Это просто Одна Комната С туалетом Меня На уроках Это Окружающего Мира Или что Толерантности Учили Что это Не болезнь А особенность Развития Теория Эволюции Да Так что Блин Ну Японцы Город отсеивает Сам по себе Да не Ну Пошли они В задницу Короче Со своей системой Отпечатков Пошли они В задницу Со своими Отпечатками Ну Блин Кредитные карты Там Там хотя бы Чипы Когда потерял Ты знаешь Что ты потерял А тут Блин Разно Никогда не потеряешь Да И никто И ты это знаешь Не потеряешь Да Это что самое интересное Поменять номер Нельзя Забрел Раньше Братки Хоть просто Кошелек Отбирали Да А так А так А так на всю жизнь Ребят Подождите А вот эта история Где Айфон Отмыкали Всякими Не знаю Отпечатками Пальцев На ноге Еще Еще Всякими Разными Частями Тела Вы Как замечательно Варпорт Вы же это видели Да Да Также Заплатите Пожалуйста За ваш кофе Там Не знаю 5.45 Да Пожалуйста Ширинку Растегиваешь Прикладываешь Все Отлично Вот это я бы Совсем не стал делать Ну да Как бы Ну извините В зависимости От ситуации Понимаешь Отпечаток Может Меняться А если Это Если это Единственное Средство Платежа Вот у тебя Тупо Больше денег Нету Хотя С другой стороны Это Возможно Очень хороший Момент Девушка Вы понимаете У меня Отпечаток Работает Когда Ну Вы понимаете А знаешь Как это Это история Как у нас Люди в офис Не могут попасть Там где По отпечаткам Когда на морозе Руки Там что-то Замерзают Там С кожей Происходит Да Деформация И так далее То есть Они стоят Греют руки Перед тем Как зайти в офис Так же и здесь Ну ты замерз Ну ты бежал За этим кофе Замерз Прибежал Черт побери Ну девушка Продавщица Помогите Заплатить За этот кофе А то тут очередь Из народа стоит Вот прикидываешь Блин Заходишь Два доллара И согрелся Жень Ты там название Записываешь Чего И кофе И согрелся Два доллара И согрелся Ладно Не важно Обсудили Да Обсудили Тупая идея Следующая Свежая новость Кстати От Евгения Евгений Привет Каково это Быть разработчиком Когда тебе 40 Каково это Каково это быть Кому из нас 40 Я статья описываю Опа Кто-то там написал Интересно У меня показывается Что Что Пять минут до подкаста Выходит Почему-то через это Да Он звук перевал На этот На телевизор Интересно Ладно Слушайте Мне хочется уже Следующую новость Обсудить Поэтому давайте Разберемся Собирайся Обсуждайся Собирайся Обсуждайся Да Слушайте Хорошая Жизнеутверждающая На самом деле Этот Очень Приятно Описывать Я Я уверен Что это Ник Ф7 Я Я предлагаю Пройтись по статье Так что Ваня Давай А мы какой Женя предлагает Пройтись по статье И Сложил наушники И уходит В прямом смысле Гений математики Ёлки зеленые Блин Он так ею страдал Так и страдал Ваня Давай Начинай Я сейчас вернусь Я просто запью Ладно Я пошел за кофе Ваня Нет Ваня Я с тобой А на улице Там холодно Или как После прошлой истории Тебе захотелось кофе Слушай Вообще Очень сильно захотелось Кофе На улице На улице 15 градусов Прохладно Прохладно Есть вариант Есть вариант Да Ладно Ну не знаю 15 градусной воде В принципе Холдно Купаться Если так Да Нет Зависит от температуры воздуха Ты понимаешь Если температура воздуха Мы сейчас обсудим Эту статью Ладно Так Слушай То что я понял Из этой статьи Это У человека Своеобразное Отношение к жизни И как бы Здесь Интересный график Типа Большинство людей И типа нерды Вот Большинство людей Должны быть Удовлетворены Слушай Ну блин Если меня Если я не нерд То Я уже должен катиться Вниз по наклонной По этому графику Ну По моему Мы все должны катиться Вниз по наклонной По этому графику Нет А ты не нерд? Нет Я имею ввиду Если А если Да Вот Ну короче Вся идея в том Что где-то В ранних 20-х У большинства Людей Происходит Пик Наслаждение Жизни А вот Женя У тебя Произошел Пик Нет Ты нерд Ваня у тебя Ну я не знаю У меня как вверх шло Так и идет Ты нерд Я Как бы Знаешь У меня У меня график Как бы Не так выглядит У меня просто Вверх Из ноля Из ноля Да Четкой Биссектрисой То есть Это как Один к одному Год жизни Единица На шкале Абсолютно Просто Линейное Наслаждение Жизни Я Не знаю Кем я должен быть Хотя По идее Если их сложить Вместе Все равно Не получается У тебя получается Уравнение Вида Игрек Равно Икс Что ты в этом думаешь Вот Но Я точно нерд У меня такая вот шкала В частности Он Объясняет Мне понравилась часть Где он объясняет Что Если Не пытаться Приравняться К другим По сути дела Как бы Не сидеть И там Не пытаться Остаться На этой работе Как многие Здесь говорят Типа job security Все такое А продолжать Учиться То по сути дела Что он подразумевает Под нердами Это те люди Которые любят Технологию Они там Любят учиться Все такое То по сути дела С котами У них жизнь Просто улучшается Тогда как У обычных людей Так как Они С самого начала Никогда Особых Нет От Аля Не учились Все остальное То У них происходит Слоеобразное забвение В жизни Так что По мне По мне Знаешь Это чисто Субъективное Мнение И Как бы Это Это не нерды Это не программисты Это Чисто Его отношение К жизни То что Ему Приносит Радость Я целиком С ним согласен Это Как бы Ничего общего Знаешь С нердами Да У нердов Обычно Это получается Потому что Как бы Они отличаются В основном Нерды Отличаются Тем Что Они любят Копаться В литературе Узнавать Новые факты И тем самым Учиться И чем больше Они живут Тем больше Они учатся Тем Тем больше Они знают И они продолжают У них просто Вот это Рвение К знаниям Вот И они продолжают Наслаждаться жизнью Потому что Ну в принципе Как бы У них никогда Не происходит Вот этой Ментальной стагнации Как у других Людей Допустим Многие люди Страдают Когда они Уходят на пенсию Потому что Раньше У них был Босс Который им Говорил Что делать И у них Был Как бы Причина Светлой путь Ну да Они знали Что им делать А потом Они заканчивают Работать На фабрике И они приходят Домой Сидят на заднице И у них У них Знаешь Они не знают Что с собой Поделать Потому что Они никогда Сами не думали Что бы им Поделать Вот Им всегда Говорили Что делать Знаешь И получается Вот такое Как бы Просто А что теперь А мне скучно А мне У некоторых Происходит Так сказать Шизофрения Своеобразная Старческая У других Еще чего-то Третий Там Рвутся К чему-то Там Пытаются Наверстать То Что они Не сделали В молодости Там Или еще чего-то Четвертых Откровения А пятый Дальше Продолжают Бухать И смотреть Тели Как они Раньше Делали И даже Ничего Не замечают Вот и все Так что Как бы Я бы Не читал Эту статью Как Если ты Программист Тебе надо Знать Вот А больше Если Если Не хочешь Вот этого Так сказать Умчественного Забвения На Старости лет То Прочитай Возможно Если ты Это Еще До сих пор Не выяснил Возможно Поможет Ну а я Думаю Люди Которые Это Понимают Они Такие Статьи Не читают На Ховер Они Как бы Обычно Уже Для себя Естественным Путем По сути Делают Уже И делают Они Просто Не знали Что Они Я не знал Что Я Нью-Йорк Но теперь Я знаю Что Я Нью-Йорк Это знаешь Как Взять Эту статью И Сравнить Опыт Одного Человека Со Своим Опытом И Пройти Как Этот Чекбокс Да Пройти По Тем Пунктам Которые Он Говорит Да С Некоторой Стороны Это Хорошее Самоутверждение Если Оно Тебе Надо Надо Я Самоутвердился Целиком Совсем Согласен Что Он Написал Вот Скажи Какая Из частей Статьи Тебе Больше Всего Понравилась Это Такой Дебильный Вопрос Знаешь На Проверку Шивост Насколько Ты Самоутвердился Мне На самом Деле Все Понравилось Сейчас У меня Вспоминается Урок Литературы Что Вам Понравилось В романе Война И мир Мне Понравилась Война Мне Понравился Мир И вообще Мне Все Понравилось Да От Начала До Конца Писатель Писатель Очень Хорошо Описал И то И другое Самое Самое Что Мне Больше Понравилось Из Статьи Я Хотел По всему Пройтись Но раз Так Задал Вопрос Мне Понравилась Глава Про То Что Значит Новые Технологии Аля Знаешь Не Не Убивайтесь Не Заморачивайтесь На Новых Технологиях Он Очень Классно Проводит Подожди Вот Хайпили Значит 1997 Год Что Там Кобра Руб Соуп XML 2000 Год 2003 Год Это Этот Model Driven Архитектор Архитектура Software Factories 2006 Год Семантик Web И Олпс Я Даже Олпс Я Помню 2009 Дополненная Реальность 2012 Год Big Data Помню 2015 Виртуальная Реальность Боты Язык Го Вот И Начал Так Пишет Мне Это Очень Сильно Понравилось Потому Что Я Тоже Ты Сидишь На Джаве Не Да То Я Наблюдаю За Этим Делом Как Приходят Новые Технологии Одно Время Я Очень Серьезно Сидел И Прямо Следил За Всеми Трендами Не То Чтобы Я Успевал Учить Но Я Просто Сидел И Смотрел Тренды Приходят И Спустя Год Два Это Уже Стар Это Никому Не Надо Только Здесь Было Куда Ушло А Теперь Берем Свои Вещи И Бежим В Другую Сторону Следующий Лагерь Ура Вот Называется Да Не Реагируйте На Хайп Вот Но Как Да Потом Чунь У него Там Последний Я Вываю Вот Так У него Здесь Еще Был Замечательный Первый В качестве Разработчика Да Тут Тоже Хорошая Статейка Здесь Глава Что Последние Штат Дней Я Вот Почарка Каждое Утро Написал Код С помощью Таких Вещей Как Лист Красив Языков Вот Что У меня Там Произошло Вибискрипт Джамас Крипт Линук С Кл Мик Файл С Нод Джес С С С Мэйл Дат Мэд Ямл Под Файл Джейсон Марк Дан PHP Windows Doxygen Вау Амаз C Sharp Visual Basic Visual Basic Dot Net Java Socket IO Ruby Python Shell Script C++ Objective C А Также Unit Test Пакетные Файлы И В последнее Время Использовал Swift Вау Да У него Резюме Так Значит Совет Не реагируйте Так Выбирай Свою Галактику Мудро Вот И Значит В этой Главе Он Замечательно Описывает Типа Несколько Галактик Типа Макс Сэйпи И так Далее Вот И Типа Рассказывает Ну Грубо говоря Он Не Хочет Использовать Слово Этот Холи Вор Но Как бы Да Там Именно Что Галактики Когда Ты Становишься Частью Какой-то Галактики И Начинаешь Сильно Уверовать В эту Галактику Вот То Потом Начинаются Холи Воры С Соседним Лагерем Ну И В принципе Он говорит Что Если Когда вы Выбираете По-любому Надо будет Выбирать Галактику И Между ними Можно прыгать По-любому Чувак Люди Которые Не выбирают Джаву Вообще Лохи Тереком Согласен Вот Но Как бы Да У Каждой Грубо говоря У каждой Среди Пребывания Как бы Своя Атмосфера И вот Он Об этом Пишет Что Там Когда Датнет Это Одно Когда Там PHP Это Другое Там SAP Корпоративка Полная Причем Глубокая Вот Он Об этом Как бы Описывает Apple И все Остальное Очень Интересно Вот Размеры Телефола Да Меньше 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 Больше 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 Вот Историю Проговорим Об истории Программа Обеспечения Так Это Я Не Помню О чем Он Говорил Катим Дальше Катим Дальше О Кстати Пока Мы Катим Дальше У нее Есть Замечательный Список Книг Которые Вообще Стоит Читать Он По Несколько Книг В год Читает Вот И Он Дает Списки Книг Я Из Этого Списка Книг Уже Начал Одну Читать Подожди У нее Два Списка Книги Первая Под программированием А вторая Вот Эта Вторая Это По-моему Подожди Он Дает Он Дает Шесть Книг В год А Шесть Книг В год Вот Замечательную Книгу Которую Я Начал Читать Называется Design Of Everyday Things By Дон Норман Оказывается Это Офигенно Старая Книга Вот Я На нее Как Напоролся Когда И И Обнаружил Что Она Офигенно Старая Вот Но Книга Просто Замечательная Мне кажется Каждый Человек Должен Ее Прочитать Потому Что Там Весь Премис Как Бо Книги Заключает В том Что Товарищ Занимался Анализом Дизайна От Консумер Продуктов И Заканчивая Индустриальными Ядерными Станциями Вот И Он Как Б Рассказывает Насколько Дизайн Важен Вещах Вот Один из ярких Примеров Который Он Очень Хорошо Описал Это Панель Панель Там Управления В каком-то Боинге Или еще В каком-то Самолете Ну Такого Огромного Пассажирского Вот Что Панель Красиво Красиво Очень Выложили И все Остальное Все это Выглядело Замечательно Вот И Для Симметрии Что Они Сделали Они Два Переключателя Рядом Поставили Ну Только Один По-моему Подкрылки Типа Там Выдвигать А другие Складывать Эти Колеса Да Какая Разница Главное Красиво Симметрично Да Вы не Представляете Сколько раз Это Опытные Пилоты Складывали Колеса Да На земле Вот Сейчас Мы Подкрылки Проверим Ага Пум Вот Замечательная Книга Вот И его Как бы Он Настолько Все Красиво Хорошо Объясняет То есть У него Еще один Из ярких Примеров За что Он Крайне Знаменитый Кстати Если хотите Погуглите Его имя В Ютубе А это UI дизайн Да Нет Это дизайн Всего Вообще То есть Там Ну Не микросхем Но Телефонов Дверей Холодильников Самолетов UI Все Чувак Главное Сделать Красиво А как Дверь не понимает Как открыть дверь И так далее Вот он Тоже обсуждает Как часть Дверь всегда Надо Делать так Чтобы ее Надо было Тянуть Себя Ну Ну да И это Тоже Вот То есть Потрясающая Книга Поэтому Кстати Доступна В аудио Формате Если Для кого-то Это Есть Для кого-то Это Важно Вот Но Как бы Да Если Кому-то Надо Освободить Руки Пока Он Использует Отпечатки Пальцев Вот Поэтому Да Совет По крайней мере Изучать Один Новый Язык Программирования Каждый год Как у тебя с этим Ваня Ну Я Смотрю На 6 книг В год Женя Я Этот Мне 6 книг Я не тяну В год Хотя Кто знает Можете Меня этот Умные люди Меня подловят Они пойдут На мой сайт Посмотрят Все мои ревью Книг И посмотрят Сколько я в год Делаю ревью Вот Мне не кажется Что я 6 книг В год Хотя Может быть Нет 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 Чуть-чуть Меньше Вот Ну да 6 книг Я Батик Все эти Книги Блин Я слишком Медленно читаю Не могу 6 книг Даже С учетом Того Что я Миксую У меня Половина Книг Или даже Какая-то Большая часть Аудиокниг Другая Бумажных Книг Нет Жень Он же Видишь Он же Говорит Про книги Которые Применительно К Работе То есть Или Фантастику Которую Ты Слушаешь Читаешь Она тоже Ты ее используешь Конечно Я ее использую Зачем Ты думаешь Я ее Слушаю И читаю Фантастику Расскажи Зачем Ну как Я прихожу Вдохновленный Что завтра Будет лучше Как напишу Код На завтра Потом завтра Приду И расхлебываю Тебя попросили На сегодня Написать А ты Сразу На завтра Пишешь Потом еще Неделю Разгребаем На самом деле На мой взгляд Если мы Идем Немножечко В книге На мой взгляд Научная фантастика Очень важна Конечно Подробности Научная фантастика Не дает Просто Всякие Разные мысли Там Знаешь Как попробовать Что-то сделать По-другому Вот и все То есть Это просто Знаешь Такой Свообразный Миксинг К твоим знаниям И в итоге Получается Ну Пытаешься Выработать Какие-то Другие Концепции Ты знаешь Для меня На самом деле Последнее время Научная фантастика Все больше Выглядит Как Ну Ужасы Меня Все больше И больше Она начинает Просто пугать Потому что Потому что Это не фантастика Да Не Именно Это Как бы Это Научная Возможно Но Далеко Не фантастика Читаешь Такой Ну Или Слушаешь В моем случае Думаешь Ну В принципе Это Сейчас Возможно А потом Дальше Слушаешь Этот Блин Рассказ Думаешь Ну все Можно Можно уже Даже Нет Сам Не рваться Никуда Все Приватности Конец Ее и не было В смысле Да Точно Какая приватность Ее уже давно Нету Ну Все Можно Это Сам Решенчик Начало Складывать Блин Руки И Не рыпаться Уже Поздняк Метаться Как бы Но С другой стороны Женя Прав Да Если Хочется Чего-то Ну Вдохновение Чтобы Сделать что-то По-другому Что-то новое Что-то интересное И так далее Это помогает На самом деле Мотивации Помогает Развивать Кругозор Скажем так Потому что Сейчас То что там Научная фантастика Ну Если ты Сейчас будешь Считать научную фантастику И даже возьмешь Научную фантастику Допустим Старых времен Да Допустим У нас там Роботов нету Допустим У нас Вот этого нету Но с другой стороны Сейчас много чего Из этого возможно И Наводят на мысли А почему бы Блин И не сделать Вот И это очень актуально С другой стороны Там Допустим Это можно Брать за пример Что Очень много Из научной фантастики В итоге Было Реализовано То бишь Ты Можешь Брать научную фантастику И смотреть Или сейчас Это можно реализовать Возможно Сейчас уже Время Потому что Знаешь Раньше Люди фантазировали Насчет подлодок А сейчас Их делают Да Или например Такая Фантастическая книга На этот Майной мир Мне очень понравилась Война Ими Особенно понравилась Та часть Где автор Связывает Эти два слова В этой статье Все Или еще Скажем Про Знай Свои Сильные Стороны Не Еще Там Дальше Вот Рабочие места Или что Обучение У нас Подкаст Не бесконечный Нет Новости Капитан Очевидность Тут Я думаю Чем мы тут Занимаемся Хороший Завет Для Молодых Если вы Можете Вернуться В Прошлый И Сами Себе Сказать Дать Один Совет То Учите Юникс Целиком Согласен Хотя Нет Если бы Я вернулся В прошлое Я бы Не сказал Учи Юникс Ну что бы Ты сказал Если бы Ты вернулся В прошлое Перевози Наркотики Да Квадрокоптеры Квадрокоптеры И наркотики А потом Уже Юникс Да Когда будешь Делать Куда Квадрокоптер Выучить Придется Вот Обучайте Другие Глава Тоже Замечательное Тоже Целиком Согласен Я Сейчас Научу Уму Разуму Я Сейчас Как раз Учу Уму Разуму Одного Товарища Я не знаю Как он Меня еще Переносит Вот У меня Иногда Создается Впечатление Что он Тебя Очень Замечательно Игнорирует Знаешь Улыбается Кивает Иногда Тебе Что-то Говорит Как будто Он даже Слушал А ты Про кого Говоришь Пачандра Нет Не У меня Есть еще Один Сайт Проект Где Обучаю Безработных Людей Программированию У меня Работает Хорошая Очень Хорошая Идея Ставит Вещи Абсолютно В другой Перспективе У меня Товарищ Не втыкал Одну Он до сих пор Не втыкает Но не важно Вот Я подготовил Специально Для него Материал Как это Объяснить Очень Просто И Ничего Сработало Концепция Достаточно Тяжелая Она Выглядит Просто Нужно Мозги Немножечко Обернуть Вокруг Этого Поэтому Абсолютно Согласен Что Действительно Нужно Учить Потому Что По-другому Пересматриваешь Вещи Мне даже Пришлось Подумать Рабочие Места Отстой Что-то Там Не ожидать Какую-нибудь Софтверную Корпорацию Предложить А место Где Вы Будете Где Вы Сделаете Карьеру Тоже Целиком Согласен Вот Замечательная Глава Читали Сравнение Мифа И Реальности А это Где Ниже Внизу Этого Этой Части Статьи Там Где Миф Open Offices Result In Massive Collaboration Reality Два Человека Громко Коллаборируются Тридцать Должны Носить Наушники Ну да Чтобы Хоть Что-то Сделать Я Сейчас Наушниках Сижу Кстати Поскольку Я Нахожусь В той же Самой Комнате Но В другой Команде Поэтому Мне приходится Одевать Наушники На работе А я Думал Ты Приси Час У нас Просто Я Короче В прошлую Пятницу Этот Был В этом Как он Называет В Эн Арборе У пиларовцев Типа Туда Смотал И Такой Прикол Что Я Позвонил Типа На На Наш Дейли Стендап Вот Они Там На Спикерфоне Все Такое Я Нихрена Не слышу Но Зато Я слышу Эту Миру Тушу Там С другой Стороны Комнаты Как Она Там Чего-то Страстно Обсуждает Я Сижу Своих Этих Коллег Нихрена Не слышу Они Там Что-то Там Бубня Чего-то Чего-то Еле Слышно Тренироваться Мы Говорили Выразительно Ребят Как у вас С продуктивностью Когда вы Из дома Работаете Меня Обычно Выше Чем В офисе Это Зависит Не Потому что Я вот Заметил Тоже Когда Из дома Работал Как-то Так Оно Веселее Идет Потому что В офисе Когда сидишь Там Люди Окружающие Задают Вопросы Отрывают Всякие Там Да Тебя отвлекают Просто Посмотри Посмотри Какие у меня Котики Или Посмотри На мою Киску Вот Эта Вот История У нас Столько Кисок Проходит Блин Там Вот Сконцентрируешься Да Дома Ты сидишь Ну Максимум Ну Откроешь Одну Вкладку Ну Вторую Ты Откроешь Вкладку Да Посмотреть На Киски Но Потом Ты Все Равно Обратно Работать Я Честно Скажу Иногда Я дома Остаюсь Тупо Чтобы Действительно Посидеть Хуи Попинать То есть У меня Утро Начинается Это где-то Двухчасовой Забег По Всяким Новостным Сайтам И Ютьюбом Вот Но Это Когда В принципе У меня Ничего Не горит И Делать В принципе Не особо Что есть И я Себя плохо Чувствую Должна быть Комбинация Вещей Вот А Теперь Обычно Я из дома Работаю Как раз Чтобы Убежать Из офиса Вот Но Я с человеком С этим Согласен 50 на 50 То есть Тупо Всех Тупо Всех Сгонять В один Большой Офис Это глупая Идея Я целиком С ним согласен Абсолютно Глупая Теперь Команду Отдельную Посадить В отдельный Офис И пусть Они там Все Как этот Обезьяна В клетке Бесятся Вперед Потому что По крайней мере В команде Можно подойти И сказать Блядь Заткнись Вот А так К соседям Подойти И сказать Блядь Заткнись Да Да Это Как бы Скажу Две вещи Насчет этого А То что Женя Абсолютно Прав Насчет команды Если Если вы Работаете Над одним И тем же Вот Как бы Над одним И тем же Проектом Типа Даже разными Вещами Ты Иногда Трогаешь Этот Кусок Кода И Все остальные И все Такое Когда ты Знаешь О чем Они говорят Иногда Ты слышишь Двое Обсуждают Ой Блин Слушай Куда А что А что Это Здесь Считает Так Сидишь Думаешь Твою Мать Я Две Недели Назад Надел Этим Работал Чуваки Короче Вот Это Сюда Это Туда Сюда Все Поняли Да Пока Кабли Вот И Вот Из-за Этого Происходит Высокая Продуктивность Теперь Если Ты Засунешь Блин 20 Человек В одну Комнату И Они Каждый Работают Над Своими Проектами То Как Только Там Появляется Какой Нить Пинатель Чего Нибудь Вот То Все Остальные Начинают Либо Надевать Наушники Либо Пинать Похожие Вещи С ним Вот Как Периодически У нас Там Допустим Я Сидел В другой Стороне Скажем Так Здание И Там Чуваки Ну Геймеры Да Вот И Периодически Как Один Начнет Все Разворачиваются О да Арк Сувайвл Туда Сюда Блин Леф Фортед Еще Чего То Новая Игрушка Вышла Директ Экс Чего То Там Ой Блин Это Выходит Технологии Такие Два Часа Спустя Работает Шесть Человек Сделали Ноль Да Вот Тебе Продуктивность Так Что Это Так А Насчет Того Чтобы Работать Из Дома Это Полностью Сто Процентов Зависит От Твоей Мотивации Как Если Тебе Проект Нравится Если Тебя Знаешь Ты Именно Заинтересован В том Чтобы Это Все Дело Писать Тебе Тебя Там Интерес Ты Себя Развиваешь Еще Чего Клево Ты Садишься Дома Это Ты Твои Мониторы Клавиатура Пошел Го 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 У Тебя Ну У Тебя Нечего Знаешь Тебя Никто Тебя Не Отвлекает Те Которые Даже Хотели Тебя Отвлечь Им Надо Стучаться К тебе Через Какой Чат Который Ты Уже Давно Выключил Извините Забыл Подключиться И так далее И происходит Высокая продуктивность С другой стороны Если ты Ничего Не Хочешь Делать Ну Тогда Ты Остаешься Из дома Работать То Да Чуваки Вы знаете Я Вчера Пытался Компьютер Запустить Он так и Не запустился Наверное Сломан А до тех Поддержки Не дозвонился Да Точно И телефон У меня Что-то Тоже Сломался Ну Вы Понимаете Я Согласен Я Такое Иногда Делаю Но Редко Нужна комбинация Вещей Когда у меня Сил нет Ничего Никуда Не гонят Начальство Все уехало Там Тогда Можно посидеть И расслабиться У меня тоже Комбинация Новая игра Вышла На работе Все В смысле За Отвлекали За своими Делами А так Например На прошлой неделе Я два дня Реально работал Из дома Потому что Нам нужно было Доставить Код А в офисе Там Слишком много Бубнили То есть Там нужно было Реально Сконцентрироваться Реально Потому что Тяжело было Нет У меня Не такой Уровень Концентрации Чтобы Сесть И Это Да Кстати На работе В частности Последние Недели Где-то Так Я Начал Реально Один наушники И все Два часа Пропал Просто Сижу Ничего Не волнует Кто-то Там Пришел Да Пошли В задницу У меня Перед Глазами Стоят Два Больших Монитора Я никого Не вижу Я Слышу Приятную Музыку Какая-то Играет На бэкграунде Чтобы Перебивало Бубнение Там Некоторых Вот И Все И пошел Сижу себе Там Что-то Делаю Своё И Пошли Все В задницу В общем Я Заработаю С дома Целиком Владимир Согласен Знаю Свои Сильные Стороны Вот Я Просто Я читаю Комментарии Тут Народ Пишет Что Вы Так Много Говорите О Равенстве Но Единственный Класс Который Дискриминирует В IT Это Старые Мужики Не Девушки И Не Геи Особенно Если Старые Мужики Сами Себя Научили Кодировать В 40 Ну Когда Им Было 40 50 Лет Окей Да Давайте Знаете Свои сильные Стороны Да Инженер Который Стоит Десятерых Сто Пудово Есть Такие Видел Вот Фактически Одним Можно Иногда Всю Команду Заменить Команду Вот Такие Такие Которые Можно Эту Команду Заменить Они Работают Из Комфортных Условий Комфортных Комфортных Где недостаточно Людей Вот Высок Высококвалифицированных Людей Мало В смысле Реальные Людей Которые Именно Знают Что они Делают У них Хороший Опыт Проблема Со всеми То есть Проблема Не проблема А Хороших Программистов От Обычных Программистов Отличить Крайне Просто То есть Я вот Сейчас Смотрю Так На Вокруг Да Около Вот Хороший Программист Он Постоянно Постоянно То есть Это Мент Состояние Мозговое Где он Постоянно Что-то Улучшает Вот Средний Программист Его Научили Там Как Дел Вот Он Продолжает Это Просто Делать Хороший Программист Он Всегда Пытается Чему-то Научиться Да Обычный Программист Научили Самую Высшую Планку Университет Вот Они Вышли И они Вот так Университетски Пишут Научили Там Их Натянули На них Следующий Никакой Мотивации Никакого Обучения Никакого Движения Вперед Нет Самоулучшения И так далее Нет Вот Хороший Программист В первую очередь Должна Работать Над Улучшением Себя Типа Своей Методики И так далее Если Такое Рвение Есть Вот То Все Программист Хороший Не важно Не важно Фактически Сколько У него Опыта Если Такого Рвения Нету То Как бы Он Останется Там Где Его Посадили А Производить Продукт Будет Будет Абсолютно Вот Но Соответственно Можно найти Такого Которого Десятерых Таких Замен Ну Все Владимир Такое Ну Конец Я Пошел Куда Нибудь Куда Нибудь Входить В Какие Нибудь Рынки Я Тебе Говорю Давай Учить Джаву Ты Нет Читали Под Этой Под Этим Пунктом Тоже Твит Ходит Входит Чувак В бар Да Потребитель Спрашивает Пиво Сделанное Из вина Проджект Менеджер Соглашается Оба Вопроса Находится В компетенции Бармена Бармена Спустит Что там Лифт Вниз Это Я не Помню Что это Такое Кто Помнит Не Я Че Ну Как Вперед Помогай То есть Не Критиковать А наоборот Поднимать Людей До Своего Уровня Да Это Спорный Контекст Я Я Долго Над этим Думал Участвовал И Да С этим Я Наверное В статье Не совсем Соглашусь Ой Слушай Я хочу Эту Я Хочу Эту Программку Вот Инвестировать Надо Туда Где Есть Соответствующий Возврат Вот Просто Так Инвестировать Во всех Это Бесполезно Нет Жень Здесь Речь Не идет Про инвестиции Здесь Речь идет Чтобы Не Отталкивать Сразу Просто С первого Взгляда Не отталкивать Людей Не отталкивать Решения Которые Они Принимают Абсолютно Нет С этим Я согласен Быть Мне кажется Быть плюс-минус Толерантным К тому Что происходит Просто Сразу Не говорить Ты дебил Пошел На Нет Женя Говорит А ты докажи Что это Сработает Не знаю У нас У меня На самом деле Такой Как говорится Преконцепции Нету Вот То есть А пост Пост Концепция Есть Не сработает Да Потому что У нас Например В команде Есть программист Индус И он Если честно Меня очень сильно Раздражает Как индусы Говорят И Самое худшее Что Переписывайся Нет Мы парно Работаем Там Никто не Переписывается Переписывается Ну почему Аймесседж Просто Мы парно Вместе Сидим Сидеть Знаешь В одной парне Сидят И И За одним Компутером Работаем Я заметил Что Некоторые Некоторые Из этих Индусов Допустим Там Неважно Сколько Они были в Америке У них Английский язык Такой Рубленный Они Предложения Составляют Как-то Вот так Знаешь По-индуски Не по-индуски А вот Знаешь Как Слова Понакидал И так Вот их Быстренько Быстренько Выстроил И Допустим Смысл вышел Не тот Они раз Опять слова Перестали Смысл вышел Не тот Опять Третий раз Слова Опять По-другому Растали О Смысл вышел Тот А что тебе В этом не нравится Программирование Методом Подбора Не Потому что Очень тяжело Когда То есть Например Что мне очень не нравится В данной Конкретной ситуации Это то Что Чувак с мозгами Но Выслушать его Три раза Когда тебе пытается Объяснить что-то Немного Этот Занимает терпение Занимает терпение Самое То есть Самое обидное Что у него Еще нет Вот это Еще Видимо Тоже у индусов Есть такой Которые Еще долго Не пробыли В Америке Знаешь Командные Значит Изречения У них этого нету Они Они вот как Они вот так Мастер Слейв Релейшншип Да У них вот такое Действительно То есть Они так Мягко Что-то Бубнят Вот Они не могут Так Знаешь Командно Сказать Стоп Вот Чтобы Знаешь Все застыло Вот И они вот Бубнят По три раза И пока Их не расслышишь Не поймешь Что они хотят Вот А товарищ Как бы Трезвые мысли Высказывает Просто Вот это Знаешь С третьей попытки Напрягает И То что У него Нет Командного Командного Предложения Это тоже Напрягает Потому что Может Они для тебя Лифт опускают Пытаются тебя Подтянуть В плане Духовного Развития Не знаю Возможно Хиндуизм Конечно Вот Но Не Абсолютно Такой Концепции нет То есть Я знаю Что он Как бы Там видно То есть Учишь Учишь Он лучше 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 Становится Вот Но Как бы Я лифт Для него Спускаю Вот И мысли у него Трезвые Ну вот Надо Знаешь Тут Такая Эх Эх Время Занимает Так Что там У нас Еще осталось ЛВМ Так Это Хорошая Шмаза Которую Надо всем Учить Что-то Я открыл И так Не прочитал Так Верь 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 В свои Интуиции Follow Your heart Да Не уверен Возможно Верить В своей Интуиции Да А у тебя Есть Интуиция Да Ты не веришь Нет Мне 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 Это изящество Отбили В университете А мне Женя Периодически Ну А пускай Лит Да Только Не свой Ну Поперед Батька Вспех А как Ты знаешь Что у тебя Есть Интуиция Если ты не веришь Ну Потому Что Она Периодически Возникает Но он Удачно Ее Затыкает Ну Да Говорит Вот Надо Туда Смотреть Смотрел Решил Туда Не И Спустя Некоторое Время Так Случилось Обошел Вокруг Вернулся К той же Самой Точке И Нашел Ответ Что В этом Родин Так API Что Там А после Этого Не Появилось Желание Все-таки Преследующим Надо туда Посмотреть Все-таки Посмотреть И пойти В ту сторону Или у тебя Или у тебя Там не хватает Причинно-следственной Связи Понимаешь Там Поэтому 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 Это называется Интуиция Что там нету Да Но в ней же нету Причинно-следственной связи Понимаешь Это Бильберда Какая-то Получается Это Нелогично А то есть У тебя У тебя Каждый Что ты хочешь Сказать Что я должен Больше доверять Интуиции Нет Да Это то Что говорит Автор статьи Хорошо Я Я попробую Потом расскажу Если получится Если не получится Тоже расскажу И тогда Утруй тебя И автора статьи По поводу Интуиции Только Сампл Пожалуйста Снимай на видео Как это Знаешь Это Типа Изучение Типа Есть ли в океане Этот Как он называется Киты Взяли стакан Зачерпнули Воды в океане Да Не вижу Да Значит нет Заключение В океане Китов нет Все логично Так Что там Преодоление Трудности Проще Значит Лучше Всегда Помните Принцип А по-моему Очень красиво Очень Согласен Значит Проще Проще Я хочу найти Этого дизайнера И пожать ему руку А потом ее Отбить Одному из наших Старших программистов На работе Походу Несколько недель Или месяцок назад Мозги отбили И он меня перестал В туалете дрючить Вот И пусть он У меня перестал В смысле Тебя дрючат В туалете Да Вот Я этот Я начал Все больше и больше За себя думать И потом Начал Все больше и больше Находить приколов Когда Наш старший программист Приходит И говорит Ты здесь Пишешь Фурлуп А вот Можно вставить Такую шнягу Пум Я так посмотрел Посмотрел Думаю Ну ты знаешь Это тяжелее читается Он говорит Да Но это же Так Вот это Так изящно Тут Фурлупа нету Вот Я долго Эту шмазу Хавал Хавал А пошел Потом Прочитал документацию Про всю эту шнягу Документацию Очень красиво написано Только надо найти Параграф И описано Если вы можете Написать код Традиционным Способом Не используйте Нашу библиотеку Если вы не экономите Линии кода Не используйте Нашу библиотеку Знаешь так Четко и ясно Я так сидел Подумал Как я себя Прям зауважал Еще больше Вот он там сидит И эту библиотеку Вставляет Смотри Как красиво Как красиво Смотри У тебя что Нет Это там Итератор Фильтр И все остальное Говно от гугла У них есть замечательная Библиотека Называется Гуава И там вот есть Такие шняги Для тех У кого нету Джава 8 Потому что в Джава 8 Там все красиво Вот И товарищ Товарищ наш Брэд Очень любит приходить И говорит У тебя есть метод Отфильтруй Отфильтруй У тебя стоит Один фурлуп Который что делает Он просто тупо Фильтрует Но это вот луп Он приходит И говорит А вот теперь Мы всунем сюда Эту библиотеку Бум Вот И в принципе Да Там теперь фурлупа Нету Вот Там просто Те же самые Четыре строки Но только читаются Это настолько тяжелее Вот Делай то же самое Зато там бренд Google Стоит Прям Знаешь Прямо наискосок Да Я уверен Что если Если ты эти четыре строки Вот так наискосок Прочитаешь Там Это самое Ты прочитаешь Google Rules Да Я зашел Я прочитал документацию Там автор Библиотеки Черт по белому Пишет Если вы можете Если это не экономит Не экономит Не используйте Если это становится Менее понятно Не используйте Если не экономит Линии кода Не используйте Он там Прямо сам написал Поэтому да Преодоление сложности Делайте проще Чем проще Тем лучше Я целиком согласен Потому что Некоторые люди Очень любят Делать ради того Потому что это круто выглядит Это клево Вот я не буду Фурлуп писать Я вот так вот сделаю Да Действительно Это очень клево И выглядит очень круто Проблема Что легче от этого Никому не становится И лучше это никак не является За исключением Что это просто по-другому Знаешь Для меня Для меня этот вопрос Решается очень просто Так как у меня память Охрененно короткая Я пишу так Чтобы я завтра пришел Посмотрел на этот код И понял Что я вчера делал Да По сути Потому что у меня Периодически Я сначала Пытался там Что-то там Фэнси Еще чего-то Сижу такой Знаешь Прихожу на следующий день Думаю Блин Какого хрена я здесь написал Ничего не помню Блин Что это за хрень такая Опять надо перечитывать И в итоге Просто уже знаешь Уже слилось в то Что Надо написать так Так чтобы я завтра Смог прочитать Потому что память У меня не к черту Ну как и есть Вот и все Вставлять нужно Но в правильных местах Ну После этого кстати Я еще поднял Джаву в восьмую И теперь я знаю Что такое Это стримы И да Очень помогло Все вместе Полезная шняга Поверь мне Вот в этом эпизоде Брэд был прав Поверь мне Впоследствии Это Когда Все это Начинаешь копать Есть места Где он прав Не всегда Он прав Так Что там Обладатель Какого-то Ордена Поле чего-то Лауреата Абеля Цитаты Из статьи Вайерс 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 Неважно А Это по поводу Возраст Ваш возраст Не имеет значения Имей Ну да Надо в душе Оставаться молодым Я согласен Я в душе Молодой А я нет Мне вокруг Все говорят Что это нелегально Так Пойду я возьму Еще одно пиво А вы пока Следующие новости Переходим Ладно Давай в ваню Про нелегальные Или про легальные Про очень легальные Подожди Да-да-да-да Именно Что там очень легальные Отличная новость От 26 марта 16 года Ох Который Этот Киберкод Запустил А Пронхаб Прон Ну да Это хаб Где правильное Произношение Учить правильному Произношению Да-да-да Точно Запустили Виртуальную Реальность Канал Еще не пробовал Еще не пробовал Меня Нет Ну Боюсь, что через чер Подравится Я на работу Перестану ходить Ну это Да-да-да-да Но Да Это На самом деле Еще Блин Я Официально Ну для себя Официально Я это слышал Знаешь Из Скажем так Мидии Кто это был Лео Лео Лапорт Как его зовут Этот Лапорт Нет Там Стив Гибсон Лео Лапорт Да Лео Лапорт Он сказал Как-то Ну я уверен Что это не он Сказал Что он Пересказывал Но Он официально Блин Этот Как Ляпнул Говорит Ну блин Точно Если за виртуальную Реальность Уже Порная индустрия Взялась То тогда Это точно Сексас И Да Я Я бы Сказал Замечательно Что Что они За это Взялись Описание Скажем так Из того Что описали Как бы Чувствуюсь Еще Так Сяк Но С другой Стороны Как бы Учитывая то Что Это Порнуха Вот Посмотреть Порнуху Под Новым Ракусом Я думаю Было бы Прикольно Просто Офигенно Надеюсь Что Это Разорвется Очень Хорошо В индустрии Потому Что Я Хочу 2.0 Я хочу Уже Нормальную Виртуальную Реальность Вот И Это Это Идет В правильном Направлении Я чувствую Да Это Идет Действительно В правильном Направлении Вы Просто пока Обсуждаете Порнуху Я что-то тут Вспомнил Комментарии Вот Там По-моему Был Отличный Какой-то Комментарий Я найду Владимир Давай Отлей На тему Порнографии Отлей На нее Не отливают Есть только Извращения Какие-нибудь Там Изливают Изливают Да Всю душу Выкладывают Что называется Выкачивают На показ Нет Ну Слушайте Ну да Здесь Правильно В статье Написано Что Никто 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 Никогда Не узнает Что вы Смотрите В своих Этих Очках Реальности Да Виртуальной И Для тех Кто Да Для тех Кто любит Попялиться На порнуху В общественных Местах В каком-нибудь Старбаксе То отлично Сидишь Там Попиваешь Кофе У тебя там Как-то Написано Пятидесяти Фут Толл Умен Там Собственно Трахаешь Девочку В этой Виртуальной Реальности Нормально Нашел Этот Сайберкет Присыл Замечательный Кам На Тему Насчет Программирования И кого там Трахать Ты видел Я там Посередине Комментария Пришлю Я там Тоже Пионеры На компьютерах Да Ты звук Включил Я звук Могу Включить Включай Включай Это Без звука Это Не то Я не слышу Подожди Ты должен Теперь ты понял Пионеры Да Да Фантастику Читали О роботах Мечтали Я читал Фантастику В детстве И я Все еще Мечтаю Что за фигня Почему так долго занимает Владимир Ты порнуху смотришь Да Кто ее не смотрит Конечно Я согласен Шикарная идея Да я как только На интернет захожу Давай А кто ее не смотрит На работе Так Поставим вопрос Я не смотрю Нам надо Определиться Что есть Порнуха Потому что Для меня Черта Как-то Знаешь Как-то Стало Неочевидным Далеко Неочевидно Порнуха Это там Где показывают Все женские Духовные прелести А мужские И мужские Тоже Ага А эротика Эротика Там где не показывают По крайней мере А вот Извини меня Здесь есть Здесь есть Как-то Тонкая черта Да Тонкая Очень тонкая Как раз Трущики Тонкая черта Пока она там То это эротика Когда ее нет Порнуха Тогда я порнуха Точно Работать Не смотрю Подожди А это только С живыми Актрисами Или Анимационными Тоже Видите Как все Непросто Я Анимационные Тоже Можно А если там Запикселировано И ротика Тогда порноху Не смотрю Да Можно Можно порадоваться За Прогресс Да О да Мы радуемся Мы роботах Мечтали Точно Я Обеими руками За Это вот Из этой И троиточи И троиточи Ладно Пойдемте К следующей новости Ура Новая Уязвимость Ну как новая Второе марта Шестнадцатого Года Ну новая Я бы так Новая уязвимость Угрожала Миллионам HTTPS Сайтов Да Кто помнит Что это за Новая уязвимость Если честно Я уже точно Не помню Сейчас Я Сейчас я Придумаю Подождите Значит Идея там Была в том Что Там Хосяк был С СССР Этими Да 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 Что он еще Раздел Подожди Это Тот Где Даунгрейд Или Идея была В том Что Через СССР Версию 2 Можно Походу Выбить Из нее Ключ Вот Теперь Весь прикол Был Что СССР 2 В принципе Уже Давно Отправили Отдохнуть Но Не все Вот Некоторые Некоторые Люди Там То ли В конфигурации Забыли Другие Например Подумали Что Для e-mail Сервиса Сервера Подойдет Вот И продолжали Использовать Потому что Все ломают Веб-сайт Они Почтовые Сервера Вот И в итоге Когда такое Происходит То Хакеры Начинают Ломать Этот Почтовый Сервер Получают Ключик И потом Идут И раздербанивают Твой Веб-серв Вот И все Там Суть Такова Но Не так Много На самом Деле Сайтов Циволи 11 Метрам Да Вот И Как бы Не все Так Капля в море Ребята Да То есть Там Как Было С Этими Что Там Блидом Харт Харт Блидом Да Где Там Бак Сидел И Как бы Знаешь Там Резко Все Так Проснулись Опа А всем Нужно Софт Продейтить Все Начали Бегать Паниковать И так Далее Ты знаешь Как Пинки Пай Говорила Что Иногда Это Просто Весело Паниковать Да Я помню Я помню Джейми Тогда Было Там Тоже Се Этими Носились Как Волк О Да Да Ты Что Конец Вселенной И все Такое Каждый Взял По Корзинке Яиц И Побежал К сожалению Да Уже Не Актуально Я Уверен На самом деле На Каких Нибудь Подожди Подожди Давай скажем так Если есть Слушатели Этого Замечательного Подкаста Который Использует SSL2 То что Надо сделать Повеситься Все Повесьтесь И хорошего Вам Мораль История Держитесь Такова Что Ребята Когда Что-то Конфигурируете Конфигурируете Бля Конфигурируете Читайте А это что за параметр Это Магический Параметр Который Все Настройки Проставляет По Классному Знаешь Это Это Не тогда Когда ты Next 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 Окей Agree 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 Next Yes 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 Блюскрин Hard Drive В жопе Ура У меня Какой-то Момент жизни Создалась Такая Утопическая Мысль В голове Что Вот-вот Вот-вот Совсем Скоро И все Будет Совсем Хорошо И безопасно Вот И потом Я зачерпнул Немножечко Воды Посмотрел Как Этот Что Куда Мы Индустриально В индустрии Идем И как Мы все Продолжаем Делать Красиво Я понял Что Не Все Станет Только Хуже Давно Хуже Так что Да Ну Я просто Сейчас С контейнером Поигрался И всяким Виртуализацией Вот И я просто Понял Что Будет Хуже Просто Мне кажется Индустрия Отчасти Сдалась На тему Безопасности Сейчас Я объясню Почему Объясни Сильно Много Говна Да Слишком Потому что Слишком Слишком Дорого Стоит Слишком Дорого Стоит Написать Продукт Настолько Хороший Качественный Безопасный Чтобы Вот Все Знаешь Чтобы Вот Все Информация Все Все Хорошо Работало И Безопасно Было И все Были Довольны Нахуй Они Все Это Поняли В Индустрии Вот Это Наш Как Это Не Предчувствие Это Интуиция Во Интуиция Очень Простая Все На Безопасность Все Поняли Что Обезопасить Все Сети И Компьютеры И Вообще Ничего Нельзя Ничего Бесполезно Ну Пока Ты Не Берешь Прослойку Между Компьютером И Стулом Да Вот Прослойка Между Компьютером Стулом Что Фокус Заместо Того Что Давайте Затянем Болты Везде То есть Они Затягивают Не Помогает Потому Что Мы Шагаем Быстрее Чем Они Затягивают А Вот Давайте Просто Напросто Ставить Везде Как По-русски Будут Хони Поты Фактически Мы Будем Просто Просто Напросто Ставить Везде Ловушки Вот И Все Мы Знаем Что К нам Залезут Нам Просто Поймать Надо Вовремя Что Шланг Да Мы Знаем Что К нам Залезли Вы Дергиваешь Шланг Все А потом Переформатируем Все Харддрайв И все По-новому Пошло Тенденция Идет Туда А с другой Стороны Еще Скажу Как-то Из личного Опыта Я Смотрю На Софт Который Допустим Наши Команды Пишут И В частности Я Периодически Смотрю Как Допустим У нас Программисты Сидят Нам Надо Переконфигурировать Вот этот Сервер Окей Сейчас Я пойду У нас Репозиторий Допустим Такой Огромный Что А Понятия Не имеешь Где Это Конфигурировать Вот И Б Это Как бы Ты Просто Не знаешь 90% Как бы Кода Ты вообще Ты его Просто Не знаешь Потому что Там Я смотрел У нас Реально В компании Если Так 200 Плюс Проектов А ты Занимаешься Одним Из А ты Занимаешься Ну В частности Допустим Ты Знаешь 5 Проектов Потому что Ты Их Касаешься Ну Понятно Вот И Что Получается То что Ты знаешь Что Этот Сервак Подключается Допустим По этому IP Адресу Вот На такой То Порт Что Ты Делаешь Ты Врубаешь Искать По всему Долбаному Проекту И пишешь Туда Порт Сильно Много Ответов Так IP Адрес 20 Ответов Окей Скорее всего В этом В этом Файле Надо Вот Это Поменять На Вот Что Он Делает Зачем Это Что Это Такое Пофиг Метрика Понимаешь Если Ты Будешь Там Сидеть И Пытаться Выяснить Что Это Такое Как Оно Работает Мало Того Что Тебе По Башки Дадут Из-за Того Что Ты Там Сильно Много Времени На Это Тратишь Там Еще Могут По Башки Потому Что Он Тоже Слабо Понимает Что Это Такое Они Просто Это Давным Давно Поставили Вроде До Сих Пор Работало И Ну Короче Нафиг Чувак Блин Занимайся Своей Работой Не Лезь Куда Тебя Не Просят Да А Потом Говорят Про Дефолт Конфигурацию Или Еще Что В Там Духи Это Гарантиру У 99% Людей В Компании Понятия Не И Что Они Конфигурируют И Как Это Должно Работать И Что Такое Вообще Security Я Помню Когда Пришел В Проект Я Нашел На Сайте Зайдите В Чат Мы В Чате Он Отсоединился Вы Не В Чате Я Не Почему Отваливается Потому Что Там Мышка Не Тыкала Понимаешь Ты в отдельном Окне Открыла Нет Меня Тоже Выбросило Это Так Что Ищу По всей Директории Да Я Это В Проекте Обнаружил Cross-Site Vulnerability Что Это Такое Для Тех Кто Не Совсем В Курсе Это Когда Фактически Ты Заходишь На Сайт В Поле Вбиваешь Какой-нибудь JavaScript Который Там Делает Неприятные Вещи Да Это Все Дело Сохраняется Следующий Пользователь Когда Заходит JavaScript Скачивается С базы Данных У тебя Там Сохраняется Вот И тихо Спокойно У тебя В браузере Например Закачивают Этот Какой-нибудь Малвейр Или еще Что-нибудь Что угодно Может Вешать Браузер Вот Я Например Закачал Замечательный Кусок Скрипта Который Тупо Напросто Ломал Весь Сайт То есть Ты Заходишь А Там Пусто Заходишь А Там Пусто Было Очень Весело А Это То Что Я Тест Написал Который Поменял Имя Главного Этого Как Называют Провайдера Нет Не Провайдера Какого Дилера У Нас Типа Сервак Типа Девелоперский Было Вот И Я сижу Такой Ну Пишу Просто Какой-то Тест Типа Ну Что Типа Один Дилер Не может Информацию Другого Менять Ну Пишу Вот Этот Дилер Меняет Информацию Вот Этого Тык И Это Типа Должна Прийти Вот Такая Ошибка Тык Прогнал Тест Ошибка Не Появилась Херняк Какая Там Блин Потом Так Прогоняю Еще раз Думаю Что-то Там Не Сработало Ошибка Но Другая Такого Дилера Нету Стерли Благо Я Блин С Женькой Работал Я такой Слушай А че За херня Такая Он Посмотрел На код Такой Он же Не должен Работать Я говорю Ну Я Я понимаю Че Это За Ошибка Такой Так Бля Так Ручками В базу Данных Подожди Че Там Вел Какое Имя Было До Этого Секундочку Сейчас Обратно Реально Такое Опс Красота Это Было Подожди Это Была Вторая Работает Я Ничего Не знаю Так что Я Теперь Разознась Специалист По Cross-site Vulnerabilities Ты Себе В резюме Это Добавил Конечно У меня Даже Есть Груви Код Который Я Даже Написал Груви Скрипт Который Бомбардировал Сайт Че Все шикарно Так Канадка Заехала В озеро Следуя указаниям Навигатора Ну что Короче говоря Я споро подумал Что она Некомпетентный Водитель А потом Прочитал Ниже Походу Она Короче говоря Ехала Ночью И когда Ночью Она поворачивала То ночью Вода Выглядит Как бы Какая-то Дорога Как дорога Вот И она Туда Уплывала Ну что Надо По-хорошему Не знаю Отсудить Компанию Не знаю Нет Но он Предложил Наверное Кратчайшую Дорогу Да Да Мне тоже Предложил Кратчайшую Дорогу Только Мои друзья Почему-то Не согласились Сказали Что у них Паспортов Нету Я такой Сижу Думаю У меня вроде Нексус И паспорт Все нормально Поехали через штат Они такие Не Печальное там Это было Широко Известное Благодаря СМИ Стала Например История Гибли 70-летней Сотрудницы Бразильского Турагентства Которая Вместе Своим Мужем Приехала Не в Турисический Город Не в Турисический Город Не Тирой А в Одноименный Турщобный Одноименный Турщобный Район Все что хочу сказать Давайте посмотрим На позитивную сторону По крайней мере Кому-то Она уже Свою Поджила Фактически Да Она Погибла Во имя Технологий Во имя Развития Технологий Да Да Баг Все-таки Это Ввели В Джиру И Не будут Работать Да Я уверен Что он В баклоге Сидит Точно Ниже Видите Первый Комментарий Ниже Не смотрим Что там Комментарий Ну и дальше Машина Восстановления Не подлежит Встречайте Красную Тойоту На дорогах России Кстати Это было Популярное Да Оно и Продолжает Серьезно Утопленников До сих пор Россию Везут А куда Их Не Утилизировать Не знаю Разобрать Собрать Новую Машину Сколько Это Стоит Будет Сколько Человек Часов Костынком Посчитай На фабрику Загнать Сколько Часов Это Будет Чувак Или Отмарафетить Ее По-быстрому И Столкнуть На заводе Любой дурак Может Тойоту Собрать А ты Попробуй Ее потом Разбери Не сломав Да Правда Вот Да Замечательно Ну Кто Пользуется Навигаторами Вообще Я Я пользуюсь Сколько Раз Заезжали В озеро В озеро Ни разу По Грунтовой Дороге Проезжал Три раза В Штаты Чуть Чуть Было Не уехал Буквально Три Недель Назад По-моему Случайно Ну Как бы Я Уже Рассказывал Что Я С Гранд Бена Ехал И Типа Мне Гугл Говорит Подожди 15 Пинут Или Еще Что-то Там Быстрее Была Дорога Я Такой Окей Перекручивай Туда Поехали Ну Да Поехали В Штаты У меня Друзья За мной И Ни у кого Паспорта С собой Нет За исключением Меня Вот Я Прошу Если У меня Куда-то Что-то Строит То Я Смотрю Куда И что Он Построил Машину Я Тоже Вроде Посмотрел Вроде Ничего Выгнется Поначалу Я У меня Был По поводу Грунтовой Дороги И Заехали В трущобу У меня Крази Есть История На Эту Тему Короче Говоря Мы Ехали Сейчас Я Вспомнить Город Не могу Короче Говоря Ехали В Никарагуа С одного Города В город Лион Вот И там Была Замечательная Трасса Ну Как Замечательная У них Там Все Такие Однополосные Трассы Вот Мы Ехали 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 Все Замечательное И Естественно По Гугл Мапсам Ехали И Тут Там Через Сверните Налево Раз Свернули Заехали Едем 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 Потом Мимо Заезжаем Какой-то Написано Город Вот Едем 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 Там Раз Асфальт Кончился Грутовая Дорога Началась Едем 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 Слева Дома Справа Дома Слева Дома Грутовка Закончилась Начинается Уже Знаешь Как это Как говорится Модрод Как это По-русски Будет Грязь Да Это Это Даже Не грунтовка Это Просто Просто Колея Или Просто Земля Там Что Да Деревенская Дорога Все Замечательно И уже Так Едем Медленно Едем 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 И Уже Так По-моему Пора Развернуться Тупичок Да Там Не Тупичок Мы Да Мы Уже Просто Труханули Там Народ На Нас Смотрит Какие-то Непонятные Наш Белые Мексиканцы В Тойоте Ярис Вот Но В итоге Мы Вернулись Обратно Доехали Мы В Леон Вот И Дядя Потом Рассказывал Что Да Оказывается Google Maps Ведет Через Эту Деревню Где Там Действительно Деревенская Дорога Но Рано Или Поздно Ты Доедешь До Леона Действительно Так Понятно А там Был Карнавал Ну Неважно Нет Я Как-то Ехал Но Это Не С Нафигатором Это Просто Сказали Поедешь Там 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 А Потом На Границе Между Двумя Областями Там Так Круто Ты Выезжаешь Из Заканчивается Въезжаешь В Пермский Край И Там Сразу Начинается То Что Ты Женя Назвал Мад Роуд То 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 Сразу Такая Деревенская Дорога И Ты По Сути Едешь По Этой Деревенской Дороге Там Где-то Там Немного Это 3-4 Километра Вот Но Ты Въезжаешь В Деревню А Потом Самое Интересное Ехали В Санаторий Тот Самый Заветный Поворот И Туда Свернуть И Не Промахнуться Скажем Так Я Что Заметил Насчет Знаешь Вот Этих Закоулочек И Этих Деревен И так Далее Это То Что Если Ты Используешь Навигатор Чтобы Выяснить Куда Тебе Доехать В Нью-Йорке Замечательно Он Тебя Он Тебя Доведет 99 И 9 Процентов Да Ну Как бы Там Все Круто Но Если Ты Едешь Куда Там Где Знаешь Такая Сельская Местность Где Ёлки Зеленые Где Там Три Человека На 100 Квадратных Километров Живет То Как бы Да Это Понимаешь Прокачивай Communication Skills Да И Как бы Если Это Не Очень Населенный Пункт Если Там Не Как Если Там Google Автомобили Не Проезжают Раз В день Раз В неделю Или Еще Что В этом Духе Да Вот То Смотри Внимательно Сам Изучай Сам Как Смотри Блин Используй Свою Голову Да Вот Это Один Момент Другой Момент То Что Перепроверяй Вот Как Ты Говоришь Это Сам Ты Ты Смотришь Я Я Тоже На Сам Деле Смотрел Но Моя Самая Большая Оживка Была Это То Что Google Наче Чересчур Умный И У меня Было Два Варианта В смысле Два Момента Когда Google Так Помог Что Не Рад Был Один Момент То Что Чуть Было В Штаты Не Уехало С Друзьями А Второй Момент Это То Что Когда Я Ехал В Этот Там Адрес Был Town Square One Вот Ну И Google Сразу Сообразил Town Square Ну Ты Ты Имел Ввиду Town Center Да Ну Ну И Сразу Откорректировал Ну Как Бы Вот И Пока Я Вза Место One Не Написал Единицу Типа Цифру Он Меня В Правильное Направление Просто Отказывался Вести Он Меня Вез В Какой Это Самый Отель Потому Что Это Был Town Center One А Другой Был Town Square One Вот Но Только Там Как Town Square Это Был Типа Знаешь Town Square И Номер Один А Другой Был One Я Вспомнил Откуда Мы Ехали Мы Ехали Из-за Стали Вот И Там Перепроверяешь Что Знаешь Тот Адрес Это Именно То И Все Остальное Вот Но В Остальном Как Google Он Хорошо Старые Навигаторы В смысле Вот Эти Хардвар Навигаторы Отстой Если Только Вы Их Не Обновляете Религиозно То Это Самое Потому Что Даже Google Он И После Как Вы Еле Удрали С Границы Вот Мы Потом Такие Извилистые Дороги Блин Нашли Я Я Просто Я Просто Офиг Я Там Вилял Я На Скорости Нафиг 90 Пролетал Блин Этот 90 Градусные Повороты Как Классно Погонял Просто Пипец Чуваки Не сильно Довольны Блин Потому Что Допустим Я Ну У него Телефон Отказал Ему Подруга Строго Настрого Сказала Чтобы К 9 Часам Он Был Здесь Потому Что Там Салют И Все Остальное Да Мы До Десяти Не Доехали Так Что Ему Попало Немножко Ну Мне Это В принципе Не Как Я Я Я Я Я Плохо По Это Позитивный Момент Старых Навигаторов Если Хотите Заехать Куда Куда Вы Не Хотите Туда А С Другой Сороны Что Даже Google Как Б Он Мне Показывал Допустим О Поворачивай Здесь Направо Я Смотрю Там Блин Знаешь Такой Маленький Блин Знак Стоит Это Типа Дорога Блин Закрыта Только Если Ты Здесь Живешь Я Думаю Блин Даль Блин Там На 2 Километра Ничего Не Видно Блин Пустая Дорога Просто Едешь Ну Проехали Километров 10 А потом Там Подъехали К мосту А мост Разваляли Его так Недавно Разобрали Ну Знаешь Как бы Там Ни техники Не стоял Ничего Такое ощущение Что там Мост Разваляли Еще как Минум Месяц Назад Или Еще Четвертое Ну Просто Это Настолько Занятая Дорога Что Да Я уверен Что к ней особый интерес И Вот именно Особое отношение Так что Если Если едете По какой-то Глубинке То Советую Взять Какую-то Нормальную Бумажную Карту И Остановиться И спросить У людей Или навигатор Чтобы потом Веселее было Ну Ну Кто Кто из вас Скачал Этот Навигатор Который Я И Ты Пользовался Да Я Пользовался Вот Который Фримап Нет Maps.me Да Ты знаешь Неплохо Но у них Не везде Например Я в Нарбор ехал Господи Боже мой Он там Даже Некоторые Улицы Вообще Не показывал Даже Название Не знал Но Насколько я понимаю Это работа Наш Work in progress С учетом То что она Бесплатна Вполне Вменяя Ты знаешь Я в последнее время Что-то Разлюбил Early access Это Как бы Нет Это не early Там Суть в том Что вот Если у вас Там Нету Сотовой Связи Но работает Телефон Он Еще работает Или Подключили Его к зарядке И он Может работать Как Хардварный Навигатор То есть Только Например Для функции GPS Да Да Только для функции GPS Чтобы хоть как-то Ориентироваться На местности Да А ну Нет Согласен Это запасной Нет У меня в телефоне Это запасной вариант Со скачанными картами То есть Он Работает Офлайн И В принципе Точкой Покажет Где ты сейчас В какой части Света Находишься Да Я Я просто В гугле Сохраняю Мне Хармут Ну Или Да Или Сохраняй Гугл Карты На самом деле Если Как бы Если ты Периодически Ну В смысле Периодически Ездишь По определенной Местности Вот Или Собираешь Куда-то Ехать Просто Сохрани Туда Себе Типа Точку Типа Как свой Фейворит Или еще Что-то И Гугл Типа Предлагает Типа Сохранить Офлайн Карты Которые Хранятся Там По-моему Две Недели Или еще Что-то В этом Духе Да Я Я Это Использовал Несколько Раз Потому Что У меня Пару Раз Типа 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 Уже Заезжал Ну Как Типа Я Сейчас Поеду Куда Типа Поля Замечательно Какое Классное Болото Так Телефонной Связи Нет Ничего Нормально Работает Нет Когда Ездишь По работе И все Остальное Это В принципе Это Все Окей Вот Но Есть Еще Вариант Если Ты В отпуск Куда Тут Как Жан Ты Крауд Тип Делал Когда Да Когда В отпуск Едешь Это Нужно Я Не Знаю Или Нужно Все Досконально Планировать Честно Скажу Реально Досконально Все Планировать Или Нужно Держать Знаешь Такое Открытое Сознание К Приключениям Да И Не Один Раз Было Когда Заезжаешь Хрен Туда Мы Например Много Лет Назад Когда Катались По Америке Заехали Мы Должны Были Остановиться В Гостинице В Национальном Парке И Там Как Раз Карты Не Сработали И Мы По Этому Национальному Парку Ездили Очень Долго И Весело Ночью Там Ни Хрена Не Видно Представляете Себе Ночной Ралли Грунтовая Дорога И Деревья С Приключение Очень Веселое Жена Думала Что Меня Мы Остановились В магазине Я Зашел В магазин А жена В машине Осталась Потому что Мы Все знаем Из страшных Американских Фильмах Что Обычно В таких Магазинах Случаются Жуткие Вещи Туда Заходит Турист Потом Начинается Расчленяют Все остальное Подожди Фильм Был Этот Не тот Поворот Нет Подожди Поворот Не туда Да Во Во Вот И вот Такие Курьерные Ситуации Я захожу В магазин Пытаюсь Спросить У местного Населения А где Мы Что Мы И куда Вот А там Народ Тусуется Все такие Веселые С ружьями Винтовками И все Остальное Вот И один Такой Тут же Я зашел А он Заходит К окну И начинает В окно Смотреть Вот Жена Естественно Сидит В машине Смотрит Магазин Машина недорогая Поэтому Да Знаешь Такая картина Получается Я зашел Закрылась дверь Какой-то чувак Начинает смотреть Наружу И я не выхожу Он один Или кто-то с ним Да Я не выхожу Вот То есть Если так Держать сознание Открытым То в принципе Путешествия Получается Намного веселее Чем если Просто Распланировать Иногда Получается Прихватить Немножко Местные Экзотики На свою жуку Да Я как Кстати В одной статей Про путешествия Я это описывал Это замечательный факт Когда едешь В путешествии GPS Тебя не туда забудет Надо смотреть Не на как Какое-то проклятие Наоборот На возможность Абсолютно Если посмотреть На это Как Знаешь Беселье Я тоже С этим Абсолютно Согласен Потому что Я Некоторые Там По дороге Даже То что Буквально Недавно Было Мы Через какой-то Городок Проезжали Честное слово Goes down Ты по-другому Никогда бы не увидел В своей жизни Кто туда Вообще Поедет И просто Так Проезжаешь Знаешь Как бы Поле 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 Какие-то деревья И тут дома Но причем Дома такие Блин Старые Все такие И не души Снаружи Один перекресток И просто Стоишь Смотри Если бы только Вот Некоторые Человекоподобные Другоподобные Меня бы не давили Сзади Вот Я бы реально Там просто Покоресил Просто посмотрел Потому что Знаешь У тебя сзади Мало места Нет Просто Там какой-то Бумер Меня всю дорогу Блин Давил Черный Блин С черными Этими Римзами Черный Бумер Черный Стоп Сигнальные И огни Вот Но Серьезно Мы там проезжали Я просто Балдел Там Столько всего Интересного Я говорю Это Блин Разрушенный Мост Заброшенный Городок Какой-то Там Знаешь Там Реально Вот Стоит Знаешь В вестернах Типа General Store Реально General Store Еще Такая Вывеска Которая Там По-моему Была Нарисована Сто лет Назад Смотришь На это Дело Думаешь Йопараз Это Где я Нафиг Где я Нафиг Нахожусь И что Это И почему Гугл На карте Вообще Ничего Там Особо Не показывают Просто Показывают Что там Пересечение Дорог И ничего Кстати Хотите Маленький Прикол По поводу Карты Когда я Ездил Никарагу Я написал Статью Путешествие И там Я как раз Приводил Пример Того Что Не пользуйтесь Аппл-картами Потому что Один из городов В котором Я пребывал Называется Чинандега Судя по Аппл-картам Он находится Прямо В вулкане Прямо Чувак Я с Аппл-картами Блин В Виндзоре Заблудился Хочу вас Обрадовать Несколько лет Спустя Вчера Я Опять Зарвался Вулкан И город Действительно Теперь Наход Я открыл Аппл-карты Они еще Все там же Город Все еще На вулкане Сколько времени Прошло Жень Я не знаю Вот ты проверял Может там Действительно Вулкан Образовался Да Город Население Переползло Вулкан Там теплее Глобальное Потепление Они Следует Тренды У всех Глобальное Потепление У нас Мы теперь В вулкане Будем жить Да Переходим К следующей новости Да нет Все уже Больше мы Никогда не перейдем У нас остается Меньше восьми минут Тогда Как прошла Неделя Не Мы не успеем Как прошла Неделя Там чересчур Моя одна история Как я компании Сэкономил 200 тысяч баксов Когда Займет Там часа два То есть Это отдельный Подкаст Ты компании Сэкономил 200 тысяч баксов Ты представляешь Ты согласился Работать Два года За бесплатку Нет Ты же Ваня Считай с налогами А Точно Да Ладно Полтора года Подожди А налоги В какую сторону Там есть Налоги Которые Вычитаются Зарплаты Налоги Которые Платит Работодатель А Ну да Ну тогда Год Женя Решил Заняться Благотворительностью Походу Вот Да Так что Давайте Свертывать Понемногу Снайпер О Снайпер Где Кто Залоги В чате Наджал Снайпер Снайпер Как у тебя Прошла неделя Потому что Никто не хочет Говорить Как прошла неделя Точнее Ничего не произошло Да Абсолютно Ничего не произошло Поэтому Давай Снайпер Подключайся И рассказывай И рассказывай Он мне грозился Он мне грозился Что он придет в подкаст Потому что у нее Теперь там Другие Жизненные обстоятельства Он может Периодически Приходить в подкаст Да Мне тоже Говорил Все Мы его спалили Так Ладно Давайте Чуть раньше Завернем Официальную версию Сегодня Давай Давайте Идея для стартапа Можете сразу Обсудить Ладно У нас еще Несколько минут Есть там Короткое Организовать Организовать Атаки На университеты И на этом зарабатывать Длинная статья Я даже читать не буду Too long to read Да Ладно Люди Как вы видите Мы все-таки Ваши новости Обсуждаем Лучше Позже Чем никогда Поэтому Приходите Присылайте новости Я смотрю Присылают люди Новости Большое вам спасибо Заходите в комментарии Участвуйте Мне кажется Сегодняшнее обсуждение Статей В смысле Давай будем обсуждать Новости Те, которые наберут Как минимум 100 голосов Нет 5 голосов В смысле 5 плюс Так что давайте То будем сначала Новости обсуждать А потом уже Все остальное Как прошло Я вернул Свой 2007 Поставил Windows Experiment Computer Вот Так что да 256 Ёбра Это Давайте Это виртуальная машина Или это Компьютер Снайпер Я откалибровал Этот Веб-сайт Немножечко Поэтому Теперь Будет проще Писать комментарии Себеркету Как и всем остальным Вот И надеюсь Спам-регистрация Тоже прекратится Но Помимо этого Давайте Инвестируйте В нас Нам нужен Еще Один Нет Еще Два Нет Еще Три Микрофона А три Зачем Про запас Если Не сломается Да Да Снайпер Раз в год Зато Как это Сразу Пачку Копически Вот Кто купил Билеты В пачку Тот Получит Мое Заднее Слово Водокачка Поэтому У нас А у нас Сегодня Поэтическим Причинам По поэтическим Причинам Такой Специальный Выпуск От Канадского Лося и Компании Да Действительно Ёлки Зелёные Подожди Саднее Слово Табуретка Корши Все Нажал на кнопку Нет Все Блин Нажимай Давай Жму Жму Все Всем Услышимся На следующей неделе Любви Счастья Чао Бамбино Сори Пока Продолжение следует...